Пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик Пик-пик-пик-пик-пик Здравствуйте, глупо уважаемые, любители ледных видов спорта Провожаем солнце на закате Ну, в смысле, закат, поэтому провожаем солнце Осталось совсем чуть-чуть, но даже это не самое интересное Таких роликов я уже снимал тысячу, вам они, наверное, уже надоели Закат, там, ля-ля-та-па-ля А луна восходит Вот, посмотрите, основной кайф этого явления сегодняшнего Полна луния И луна, вот она, огромная Такая вот чудовищная, такая красивая, жирная, такая луничча О, даже айфон ее снимает удачно Ну, можно было бы еще вытянуть И посмотрите, как в свете этой луны Как с этой луной вместе красиво выглядят наши альпы Ну, вот просто потрясающе Вот, как этот цвет фукси, по-моему, какой, как-то, как бы его называют Или как-то еще Ну, сейчас вот уже, наверное, не совсем фукси До этого было фуксеет Такой вот розово-какой-то, фиолетовый такой И можно, о, можно, знаете, что сделать? Можно отразить луну в крыле Ой, разфокусируется только Айфон, а ну, брысь О, вот, ну, тик Сейчас я луну попробую, потрогаю крылом Честно говоря, за такие моменты в жизни Я очень люблю планерный спорт Потому что, ну, в данном случае даже не спорт, а просто планиризм Просто, знаете, как можно их так вот взять Эйц, вот черт, скорость потерял Я сейчас на 80 вешу Ветер меня сдувает ровно настолько Насколько я двигаюсь вперед Не нужно сфокусироваться Оп, вот зараза Видите, чем занимается Волков на закате Фигней страдает Пытается луну погладить крылышком Тюк, о, тык-тык Только расфокусировка Вот, сфокусировалась, расфокусировалась Ну, ладно, вы примерно поняли Солнцу еще чуть-чуть осталось А я вам сейчас его покажу Оп Так, вот это вот полный кадр теперь А вот солнце Ну, солнцем понятно, что тоже так можно Тюк Вот его прикрыть Высота наша текущая 2800 метров Низко, потому что мы Как только закат будем Должны быстренько вниз А то внизу-то на самом деле-то темно Солнце-то здесь еще есть А внизу-то уже нет Я когда был Юным планеристом Я любил так девушек Что так сказать Охотиться на девушек Берешь так Говоришь, а хочешь Я тебе покажу Восход солнца еще раз Оно уже зашло И взлетаешь на параплане И пока поднимаешься на 300-400 метров Солнце еще опять появляется Такое было браконьером я В юности Сейчас ты уже не такой Сейчас ты уже серьезный Ой Да Так вот Луна, как вы видите Восходит, да Вот она вверх прет И на нее светит красиво солнышко Мы отраженный свет от луны видим Это привет плоскоземельцам всяким Которые там говорят Луну включили Сейчас вот Собственно солнце выключат На плоской земле Вот оно сейчас зайдет И вот так чпак рубильник Какой-то волшебный Я не знаю, как там плоскоземельцы Объясняют Вот это вот явление Восход луны и заход солнца Но Сейчас могут они Понаблюдать С высоты 2800 метров Как же это все происходит Так А я хотел Знаете, что сделать? Я хотел пока Еще солнце не зашло Чтобы вас развлечь чем-нибудь Я еще не делал ни разу в жизни Петлю я не делал На фоне луны Ну-ка давайте-ка мы С вами взбодрим это А, погнали Ну вот так Оп Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Оп Вот луна И погнали Ну и сейчас должен быть Красивый эффект на фонаре ну что под это оптимистический рок-н-ролл похоже трясет вы вылетели в ротом солнце почти зашло вот самый кончик его остался мы немножечко пошалили ну и вот тот самый момент когда кончик солнца еще видно и мы если нырнем сейчас на скорости вниз вот сейчас она скорость то я сейчас разгоняюсь до 200 и скорее всего положу солнца за горизонт смотрите вот как всеми девушками только со мной не девушка но ей тоже нравится ему тоже нравится так вот но легло вот она зашла а теперь ого тара 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 ну кончик показался потеря скорости чувствуем что парнет сваливание сделать сваливание просто обычно ну чтож может быть и не так плохо капайло как ты огонь доволен доволен как слон давай-ка я у тебя интервью возьму расскажи как тебе полеты в альпах мне очень нравится второй раз полетаю зимой летаю с игорем в волнах атмосферных это великолепно главное правильно утеплять ноги все остальное просто супер все дети вчера позавчера летали целый день вчера с другим учеником летал сегодня летали целый день в общем не скучно нам так и теперь самое главное друзья нам быстренько вниз потому что вы сейчас например айфон высвечивает делает все светлым и кажется вам кажется конечно что да ладно врет волков ничего там страшного светло на земле сейчас еще поделимся но я бы рад врать так но нет но не хочу врать скажу правду темноватенько уже возьми ручку пожалуйста вот таким курсом я полностью тормоза выпускаю скорость 120 полностью выпускаю так и попробуем теперь я взял ручку погоняющего луну немножко зайдем на посадку сейчас вы посмотрите очень быстрый заход на посадку о лунное затмение делаю это посмотрите в реальном времени насколько быстро можно снизиться и какая будет у нас веселая посадка посадка кстати скорее всего по ветру буду заходить несмотря на то что ветер сильный внизу инверсия ветра нету подъедем прямо к ангару выключил x потому что будет засветку давать очень сильно гасим все приборы они нам не нужны внизу все равно он ветер нет не успеет так сказать отсчитать тоже гаси свой отлично оставляем только жидкокристаллические прибора так и вот полная скорость привет этим типа трейлером вон летит самолет во не ручку оставляет хвост некоторые говорят что для меня пудру творить какая жирная алюминиевая пудра за ним летит на самом деле все знают что это просто инверсионный след обычно но красиво смотрится солнце зашло но на уровне самолета кстати его еще прекрасно освещает так не знаю что-то iphone нам наснимает такую каком освещении уже но зато все все реально значит как определить что пара на землю очень срочно когда французы включают фары это значит уже точно пара на землю правда сейчас все с парами уже ездят но недавно когда еще можно было без фары ездить когда пара включили уже темно проблема какая что если коснуться когда заходишь на посадку вам нужно видеть землю вот это расстояние до земли чувствовать а к сожалению его не чувствуешь если ты не имеешь освещение начинает сливаться поверхность ну и тогда вот этот можно сделать бумаги землю неудачный поэтому я вот видите на скорости шпарю тормоза полностью выпущены как можно встретить закат и еще успеть относительно безопасно приземлиться если колдун показывает правильный ветер потому зайдем зайдем как обычно гору а так придется от склона вот этого захотите это больно сложный заход и нам придется потом еще планер толкать холодно столб почти вниз слушай почти вниз но все-таки не вниз давай позаим а ну да все висит хорошо по ветру садимся да здесь еще ветер есть на этой высоте царла водит ангуром мудалвин глянген кустал как правило мы конечно не садимся по ветру при местрале но сегодня местраль не сильный и главное что у земли инверсия достаточно сильная поэтому в такой ситуации можно зайти по ветру я это сделаю уже вижу что ничего такого нету ну вот просто два дня или три дня подряд садились как раз активно против ветра и сидели на земле в штиле думали блин да что же мы такое сделали но конечно скорость приличная вполне терпимая чуть-чуть подлететь поближе чтобы нам не прикасаться вот где здесь эти почки нарыли все эти чертовы выскочили на полосу и сейчас главное красиво кангару подъехать не испортить катар дакопайл 100 процентов ленивые мы толкать планер не любим мы кашлять не любим что любим не любим кашлять от холодного воздуха они любим кашлять от холодного воздуха сейчас я съезжаю аккуратненько проверил они работают ой неужели я не забыл что грунт грунт зимний грунт позор будет сейчас нет нет не возьмешь ну зато доехал без тормозов вообще такой вот веселенький политика на закате друзья надеюсь вам понравилось непонятно до новых встреч глубоко уважаемые любители лет спорта до новых позитивных роликов ригей